Добрый день, дорогие друзья! Сегодня Николай Николаевич Платошкин провел встречу с гражданами. И я там был, но снимать запретили. И причина интересная. Самое главное вопрос. Ваши планы. Идете на выборы. Кем, когда, куда, какую партию поддерживать, от какой партии будете. Ну, в общем, все вот эти планы свои расскажите. Ну, я бы, да, был бы, наверное... Николай Николаевич, простите меня грешно. Тема нашей сегодняшней лекции – внутренняя и внешняя политика России, а не предвыборная предстоящая кампания. Поэтому все вопросы по кампании потом. А сейчас... То есть запретили не только снимать, но и обсуждать определенные вопросы. Дело в том, что встреча проходила в государственной библиотеке, и за предоставление зала, даже за денежку, оппозиционеру типа Платошкина, это заведение могло получить проблем на свою голову, вплоть до увольнения директора. Так что я записал только звук, и то многое пришлось вырезать, чтобы никто не заимел проблем. Но чем богатый, тем и рады. Есть ли будущее у профсоюзного движения в России? Я считаю, что вопрос плохой. Вы знаете, все, что делают люди, это не движение солнца вокруг других звезд и прочее. Это все зависит от самих людей. Поэтому если вы не хотите, чтобы у профсоюзного движения в России было будущее, то не будет. Если вы хотите, оно будет сложно. Да, просто так его вам на блюдечке никто не даст. Как это не было ни в одной стране. Это борьба за свои права против, ну, предположим, предпринимателей, которые без радости, я должен сказать, во всех странах относятся к профсоюзу. Просто вот во всех. Но вот у меня по соцсетям все это говорю, а когда у нас будут профсоюзы? А вот кто нам их там даст? Никто. Сами должны сделать. Потому что это тяжело, я понимаю. Если человек участвует в профсоюзном движении, его и уволить могут. Но профсоюзы, они ведь как раз для чего создаются обычно? Один за всех, все за одного. То есть если в профсоюзе будет один человек без ста, работник, это одно. Если все сто будут, тогда совсем другое дело. То есть за все приходится бороться. И с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Вопрос о возможности сменить президента ранее, чем через пять лет. Вы имеете ввиду выборы президента? Да, конечно. Такая возможность у нас в законодательстве прописана абсолютно. Это либо отречение президента от должности, ну во что я не верю. Нет, что вы смеетесь. Это написано в Конституции Российской Федерации. Такая возможность существует. Она была опробована первый раз в 99-м году. Там в отношении Ельцина тогда не хватило голосов из-за фракции ЛДПН. Вот так называемая оппозиция, которую Ельцина тогда спасла. Второй вряд, вот скажем еще более близкий. Вот у нас там в 21-м году, предположим, намечается выбор в Государственную Думу. Я вам должен сказать, что в отличие от распространенной точки зрения, что у нас вот все решает президент, у нас все законы принимают Думу на самом деле. Медведева, я вам должен сказать, вы должны знать свои законы. Медведева тоже назначает Думу. То есть президент предлагает. Но если Дума говорит нет, то все. Понимаете, да, как было с Черномырным. У нас это было действительно уже в 98-м году, когда его отвергли. Поэтому надо заниматься этими вещами. Дальше у нас будут региональные выборы в сентябре. Но они каждый сентябрь теперь будут проходить единый день голосования. Но в том числе я просто без агитации скажу, будут они здесь, в Московской городской думе. Они будут, ну, предположим, выборы губернатора Липецкой области. Будут выборы во многих городах нашей страны. Начиная от Пущино и кончая там чем-нибудь. Вот этим надо заниматься, понимаете. Потому что практика показывает, что если активность людей высокая, если есть по два наблюдателя на участке, если есть представители в территориальных избирательных комиссиях, то все нормально. То выборы проходят хорошо. И побеждают абсолютно разные. Понимаете, возьмите Хакасию, возьмите там Владимирскую область, Ульяновскую и прочее. Вот там люди не сидели, не валяли дурака, не занимались статьей 15-й Конституции, а просто занимались черновой работой по изменению жизни. Я, кстати, должен сказать, она ведь не антироссийская эта работа. Правильно? В любой стране должна быть нормальная сменяемость власти без того, чтобы это выливалось, выливалось все время, какие-то драки там, я не знаю, еще во что-то. Но почему, если в других странах это возможно, скажем, в США двухпартийная система, да она вообще везде, в принципе, двухпартийная. Левая сила там, ну и открыт, таких более правых, да? У нас более правые уже 30 лет в власти. Я считаю, что самая пора это все поменять, законным, реальным способом, активностью людей. Вот это панацея для профсоюзов, для выборов и для всего, чего хотите. Спасибо. Что больше было? Ну, я там сам был. Ну, пусть будет больше. Вы говорите, что если вы что-то 300 тысячи человек может решиться? Ну ведь может выйти не только 300 тысячи, там, 2 миллиона. Тогда ситуация шрева, ну, катастрофа. Почему? Ну, потому что снижу все, что-то, что-то и батя вместе со всеми. потому что митинги были разрешены в соответствии с законодательством россии лозунги были согласованы люди проходили через металлоискатели что вы тоже я кстати был на этих митингах но если кто-то был там что собрались какие-то отмороженные а почему вы так думаете а зря молодец я хотел спросить каким образом обратную связь с народом чтобы референдум там не знаю смотрите вот еще есть такие персонажи когда шел ночной митинг стояли люди явно виды было по лесам добро пожаловать на майдан но это то что вы говорите получается что что если люди пришли законно просто выразить свое мнение в каком-то вопросу на что это в конституции запрещено что мой вопрос был о том что каким образом водить обратно связь с народом чтобы не доводить до майдана смотрите конкретно что было скажем в 2005 году в некой стране под названием российской федерации знать то есть тогда правительство принял закон о демонетизации наоборот монетизации льгот пенсионерам допустим и все льготы убрали и дарим там определенное количество денег которые людей не удовлетворил там что деньги были по стоимость реально меньше льгот люди вышли на улице и что и правительство отменил и вы не помните хочу до спрашивать если тогда это получилось а почему сейчас это не должно получиться и почему его любое пускать воли заявления граждан так знаете можно сказать там не голосуйте вот за них иначе будут будет там не ходить туда иначе вот это будет но почему так считать чего не доверяйте своим собственным гражданам который по вашему если они клад придут должны обязательно там что-то ломать крушите пусть нужны и 100 референдумов не работает на стране есть закон да никто не у народа не спрашивает хорошо у нас есть в конституции не в каком-то законе положение о референдуме кстати по именно этим референдумом конституция была принята 90 потом то что я вам сказал государственная дума приняла закон о проведении референдум которым действительно это все было очень сильно ограничено дать добьемся победы отменим этот закон и сделаем другой по которому скажем референдум будет моя программе это тоже есть например да чтоб каждый чиновник который проработал более половины срока выборной у нас ждать ему возможность себя проявить но если он себя не проявил чтобы он можно было отозвать путем референдума новых выборов почему этого не сделала за это тоже надо бороться вот как раз тем что вы говорите прийти там что-то поломать покрушить но вот здесь как раз на митинг по курилам показатель того что власть услышала и это как бы было запланировано не просто митинг покурил он смотрите когда мы стали но речь идет и она узнать о том что у нас общество было с ноября прошлом году будоражно всякими заявлениями здесь и там прошло автоматически передач не будет значит островов люди исходили с того что другая как смотрите что было во первых была масса пикет народные исходы были на сахалине просто у нас об этом не сообщалось над не значит что не были они были даже полгограде в санкт-петербурге после чего мы тут тоже пускай с другими тащим били учим социальных сетях доказывать что никакие мирные переговоры с японцами на вообще не нужны на это нам никто ничего не мог ответить и в результате что площадь мы выиграли мы выиграли путин сказал да что вопрос опера ну вообще заключение мирного договора можно решаться только с учетом общественного мнения россии победа ведь о чем сидеть болтаю а там вот взяли и сделают и теперь я считаю что передача островов ну по крайней мере если вот такой донус в обществе будет сохранить ее не будет а были те кто заинтересован в этом конечно были что я читал японскую прессу там исходили с того что все вот все уже решено остались какие-то дамы не позволят блокировали даже самолет блокировали самолеты чтобы не не пускать а победа по байкалу вот да вот одиночный пикет зверева строительство завода на байкале по розливу воды для китайцев почему мировое достояние байкал вот мы должны воду китайцам гнать извините мою сами не по крайней мере его пока приостановили после одиночного пикета зверев которые говорят после этого зауважал потому что я увидел на некоторых каналах но он представлялся ну как его смотрите что такое одиночный пикет что разрешение нет вообще не нужно ну естественно у вас там лозунг должен быть какой-то не нарушающий закона не типа там всех углубить на мы положим да если вы выйдете на пикет с плакатом остановить строительство заводный пак пожалуйста даже не с кем согласовывать не на там по разницу просто что между среки чекам должно быть он пятнадцать метров или 50 посмотреть в разных городах по разным но против вопрос возникает плаки в соцсетях ставить мастера выходить на пикеты дай мне нога болит на дачу надо съездить на пенсионной реформе на то что любой чужой митинг назначили идет об огурцы закану но если так вам продвигаться каких профсоюзы какие-то вообще вещью будем закатывать огурцы до посидения тогда как еще можно ваш умение про втором вот тоже какая-то странная тема будьте добры в сайте объяснить почему вас это волнует просто мне очень много роликов интернете на тему территории опережающими погромче на территории опережающего развития слышно нет погромче вопрос заключается в территориях опережающего развития много информации входит о том что эти законы созданы для передачи наших земель более 60 процентов иностранным государством то есть через через эти законы готовится разделение российских россии нашего государства в этом заключается мой вопрос хотелось бы ваше мнение абсолютно такая же хрень вот запомните туда как изменения статьи 15 конституция там вот это все изобразие такой территория опережающего развития территория с льготным налоговым режимом положено да они у нас 92 года есть но они по-разному там все время назывались там какие-то свободно экономические зоны в ингушетии калининград оторван от россии до для того чтобы туда бизнес как-то завлечь но там налоговые ставки смешно ингушетия но пострадала вот от войны там на северном кавказе кстати очень многие 90-е годы наше издательство московские они были зарегистрированы в глушете только потому что там налог поменьше платить ну и что областные оффшор может появляться каким образом да вот эти давайте если тема нужна вашу на кавшор по вашу вывод финансов за вот правильно люди очень посуществом шуруп я например против оффшора да но что такое оффшор это территория который в россии нет оффшор это территория за границей это 41 территория но примерно там я не знаю чтобы по остров мэн там великобритания штат дала вы что такое оффшор если вы там фирму основывать она никому не раскрывает информацию это территория владельцы вот и всего ну какой оффшор может быть на территории российской федерации вот из этой связи вы поймите то есть люди выводят деньги в оффшоре чтобы никто не знал кого они принадлежат просто и все когда это оффшор на территории российской федерации полный бред и тупизна понимаете потому что у нас как раз многие выводят отсюда деньги в офшорах за границу а вы говорите да нет они у нас здесь появится каким образом вы что читаете налоговая полиция здесь она не поймет на кого реально фирма в россию а вот борьба с офшорами когда у нас действительно государственной компании держат деньги за границей платят там налоги вот это безобразие абсолютно и видите вместо того чтобы эту тему поднимать вот нам суют каких территории общественного развития опережающего развития чтобы мы против этого боролись или там против статьи 15 конституции или против того что центральная банк часть фрс сша ходит бред полный вот севой кобыл это специально подмена реальных вопросов да вот это его все фильме уже вот допустим леса отдают даже веке гипотетическом не смысл прошу смотреть товарищ утверждает здесь мы видимо тоже связано с мировым материализмом что у нас на 49 лет отдать леса вы все виноваты граждане я тут у нас лесной кодекс поменялся вы забыли об этом где-то поменять лесной кодекс государственной думы российской федерации поэтому лесной надзор по этому кодексу был ликвидирован практически это было девять лет тому назад они сейчас делали сняков видели в последний раз ну вот если в осиный остров зайдите все деревья валяется если в ссср мир лесхоз там сотни тысяч человек работала понимаете там люди занимались лесами профессионально то есть где-то обводнение до уборка сухо стоит кстати какая-то работа огромная было и когда в десятом году у нас помните все загорелся москва попал культа пелену то это ведь почему-то то что лесами теперь официально никто не занимается приезжает мчс например вот лес горит они готовы теперь за лес не отвечает то есть теперь кто отвечает в аренду на 49 лет лес дает любому пускай кто ну подаст куда за это обязательно китайцам большинство лесок принадлежат нашим славным предпринимателям который хищнически вырубают вывозят за границу да они формально обязаны там веса насаждения делать там чего спнувшим тут кто это делает вопрос вы все где были когда этот кодекс принимали ваш парламент теперь теперь китайцы вырубают китайцам лицензию кто дал наши марсиане что опять возникает вопрос еще китайцы захватили эту территорию там и вырубают что все но если дают лицензии люди которых вы сами выбираете вопрос кому избирателям правильно вопрос о законе о праве на достойное захоронение специальное отчисление на похороны которые обязаны будут платить все граждане вы знаете я таких таких тем которые вы поняли очень много здесь мне кажется даже вопрос не должен стоять там через сколько лет то есть вопросы захоронения должна решать местная власть все то есть это понимаете это задача человеческого общества просто когда умерший человек ну даже если у него предположим нет денег да это вообще не должно решаться что там ну а где он там работал и нет это то что отличает нас от зверей понимать вот эта вещь сохранение полностью за счет муниципальных органов торговлю местами на кладбище это свинство просто понимаете даже больше ничего другого придумать нельзя и с другой стороны опять вы думаете ну а вот эти все предприятия предположим предприятия в кавычках да которая занимается торговлей местами на кладбище но вот опять вы думаете у них нет связи с местными властями и тут мы опять приходим все тоже системе понимаете ну а кто это местной власти выбрал ну и все начиная стопится быстро во власти вроде убирает нормальных людей но не как-то там начинает догадывать это что касается нормальных людей в чем разница я работал в америке если у меня даже сейчас ругают за то что я там говорю вот там у них надо чему-то учиться но не учатся у других тут дураки я должен сказать да то есть нормальный человек или страна учиться на ошибках других а дебил учиться на своих собственных ошибках обычно я просто это все чему говорю в америке средний американский член трех общественных организаций трех что такое общественная организация туда никто никого не загоняет абсолютно этого должны взнос туда платить участвовать там каких мероприятиях но случае с этим человеком что-то происходит на его защиту встает вот это вот организация понимаете с ним боятся связываться ну как профсоюзу предположим и прочее у нас никто нигде не состоит всем все пуфи считается что ну вот чем меня что касается да потом со мной произошло никого не касается вам пример просто приведу мы одно американского сенатор шуров пытались позвать сюда в москву на встречу с президентом россии за насчет полностью ну я могу сказать что она просто занималась проблемой космоса да это можно было выгодно с ней завязать сотрудничество потому что у нас с ними серьезно совместно космической программы сейчас не обык да все договорились другом не звонят и говорят вы знаете я не поеду она встреча с президентом у меня для встречи на это время союзом собаководов ну я как-то сначала пускать немножко обиделся она мне говорит но вы конечно меня извините но ваш президент в наших выборах не участвует а союз собаководов 100 тысяч человек мне вообще очень интересно что они будут делать понимаете и поэтому я вот все отбрасываю встречать потому что видите этот союз придет не три человека но он представляет 100000 который в случае чего скажет он за нее да ни одного голоса или наоборот поддерживал нас ведь и общество никто нигде не состоит поэтому вот здесь недавно вы меня поправите конечно мне рассказывали было у вас в гальянного встречи по умственному говорить ему право там пришло по моему нашу 16 сотрудниц управы 8 человек из гальян потом вы говорите о чем это мы там сказать вот вроде выбирают нормально с другой стороны в америке скажем опять проходят дебаты и кандидатов президента это самая рейтинговая программа смотрит 80 миллионов человек 80 понимаете который прежде чем вообще голосовать там 150 раз подумать я к там был ко мне приходило человек 20 домой ну каких-то значит агентатору причем не за деньги как у нас на этом платье то нет они говорят вот там какой сфера так вы посмотрите вот если наш кандидат будет ли вам по вас ожидает то вот это вот это пусть нормальные люди с ним и можно ввести какой-то диалог они во всем разбираются и прочее у нас опять все считают но я посижу дома там как-то все пускать должно само собой устаканится не не бывает ну вот уже товарищ давно держит вопрос вопрос о развитии сельских территорий значит ну насчет сельского хозяйства я сразу могу сказать как и других отраслей видите рыночная экономика мы пока живем при ней да она достаточно простая тут сложного ничего нет то есть есть два пути они во всех странах опять опробно первое да для любой рыночной системы сельскохозяйственной промышленности должен покупать ну то есть при капитализме производитель производит производит не чтобы вам было хорошо чтобы вы его купили если у нас в регионах там средняя зарплата 15-20 тысяч понимаете у производителя сельскохозяйства нет смысла в переработке потому что этот дорогой продукт у него не было никуда второй момент ну то что надо сделать поднять покупательный спрос скажем моя программе это в два раза поднять среднюю минимальную пенсию в два раза поднять минимальную зарплату наш у нас если минимальная зарплата однозначно это свисту при 11000 кто чего будет покупать заметьте да ну кроме там я не знаю может быть хлеба и так далее дальше сельское хозяйство покупательный спрос во всех странах сельское хозяйство сильно поддерживается государство вот абсолютно во всех когда мне говорили вот советский союз он там списывал долги колхозом там что-то такое но вы поймите вот как вы думаете сколько евросоюз сейчас тратит в год на поддержку своих сельхозпроизводителей 110 миллиардов евро этим мы сейчас да когда мы вступили в эту обязались тратить 4 миллиарда долларов в год причем американцы тратят еще больше хотя формально это они там где-то это рыночная экономика чепуха абсолютно я вам должен сказать вы знаете да чё доходим я как-то был поражен когда узнал что мы мы закупаем хлопок в америке после я удивился думаю вот есть страны там эфиопия родина хлопков там человек 40 долларов получает мне казалось что там должна была быть себестоимость хлопка какая-то просто вы знаете что американскому производителю хлопка платят такую субсидию что она вообще цену покрывает полностью то есть грубо говоря можно просто бесплатно отдать он может назначить вам пять долларов за тонн и реально евросоюз предположим сахар продает в тропические страны опять почему огромная субсидия производитель сахара может вам его просто вот у нас тоже надо делать естественно субсидирование сельского хозяйства еще и почему на самой холодной в мире страна 1 у нас достаточно вот сейчас после распада советского союза плохие почвы хорошие все ушли к сожалению вот братский казахстан и цели ну зря там значит поднимали мы сейчас казахстане хлеб покупать которые мы в свое время подняли то что там вырастает пшениц особых ворот с большой количеством клейковины понимать вот который чтобы понять не было на торты макароны все остальное она что же все разные понимаете то есть опять в ссср было целое министерство миллиарда занимался улучшением пусть каждом агрономе советского каждом совхозе советского союза был агроном по почве вставлять вот который предположим говорил да что здесь слишком кислое да поэтому сюда и звездочки добавить да вот под эту почву сорта картошки вот только вот эти под вы представляете чего вообще потерять и сейчас мы саженцы картошки закупая вы думаете где в филляндии филляндия северная страна да вот который у нас свое время по моей матери агроному не книжка вот такая была знаете назывался софта овощей советского союза каждый под какую-то почву был сделан понимать вот этот вот под костромскую область это там еще и представлять огромные какие средства тратились на науку в этой связи когда он занимались селекции там подбирали все это все это теперь какая у нас с вами работа предстоит восстановление но быстро поднять еще раз можно покупательный спрос и реальная поддержка сельхозпроизводителя абсолютно у нас же видите опять сейчас говорят ссср ввозил зерно ввозил россии вывозь то я уже два что возился фуражное зерно на корм скоту это у нас в семьдесят восьмом году собрали двести тридцать шесть миллионов фон с хрена сейчас 100 собирают вообще просто вот не знаю гениальное достижение и нам не хватало опять почему было 65 миллионов молочных коров час 8 во время сорок первого года в декабре когда немцы дошли вот сюда примерно было 11 миллионов молочных конечно сейчас только зерна не надо но у нас стране катастрофический недостаток молока вот если мне кто-то в советское время это сказал да что в стране не хватает в ссср молока не поверили бы подумаешь что что-то странно сейчас это все есть почему у нас скажем животноводство молочно не развивается просто для бизнесмена которому государство не помогает ему что выгодно взять поросенка в апреле в сентябре вот нафиг забить корову надо держать два года сначала просто чтобы она теленочка родила чтобы лактация пошла до пусть его надо просто вот кормить и зимой и летом то есть а так ли поэтому бизнесмен думает о нас еще лучше вот этот короткий цикл то есть без помощи государства ничего не будет вопрос о сборе подписей за возврат волгограду название сталинград если мы не соберем но мы с вами дрова и в общем с нами как бы по другому обращаться не нужно опять почему я так почему я за это допускал ли сталин репрессии конечно естественно погибали ли при нем там невиновные люди ну при этом мой любимый военачальник маршал пахачевский конечно осуждены ли эти репрессии еще в 56 году там на двадцатом съезде да но сталинград это тот город где решалась судьба человечества понимаете где нацистскую военную машину которую все считали что она ну вот сюда мы ее там сломали в париже площадь сталиграда есть в англии площадь сталиграда есть английский король георг на тегеранской конференции передал сталин рыцарский меч защитником сталинграда поэтому мы должны переменовать этот город если мы правду патриоты вот не на словах она деле для того чтобы вот вообще весь мир и мы в том числе естественно гордились нашим героическим народом нашим прошлым я об этом уже говорил вот девяносто первом году мне кассер коль кассер фрг никакой абсолютно не коммунист даже вот он даже в гитлере югенте состоял там в одно время ну правда пару месяцев он 30-го года его там в 15 15 лет в апреле 45-го бросил на фронт и он там вообще через пару дней сдался он мне говорит вы что с ума сошли вы зачем переменовываете в ленинград в санкт-петербург ведь для нас немцев ленинградская блокада там пескаревское кладбище вот этот метроном это же ведь события исторического масштаба вопрос о законодательной инициативе по которой детей обяжут содержать престарелых родителей чтобы облегчить нагрузку на бюджет тема пенсионной реформы во первых я сразу могу сказать то что каждый раз то китайцы уже в радио это устаревшие сегодня я могу сказать да после ну скажем начала их рыночных реформ в китае там пенсии в сельском месте вообще отменили в принципе да это то что говорите вы практиковалось но есть вот у вас здесь и кстати сайта была высокая рождаемость китай это на самом деле там понимаете дети служили социальным обеспечением но пусть я у тебя вырастил ты меня теперь корми но китай с 13 года проведена пенсионная реформа только обратно тому что у нас было введены сельские пенсии опять расширена сеть сельских больниц которых там тоже но в принципе можно сказать и не было да и узнаете что интересно вот у нас говорят да что все эти вещи в пенсии там больниц это все социальные расходы это как бы надо но это вообще вот экономики кул а узнать что на самом деле для экономики это очень выгодно то есть я сейчас объясню китайцев мучил один вопрос понимаете что вот население китайской не несет деньги в банке до одержат их вот за кубышки почему а если чем люди не несут деньги в банк это банк не кредитует экономик с промышленность не развивается ничего наш кредитами развивать опять а почему они деньги-то не несли они копили на черный день потому что не было ни пенсии ни образования не здравоохранения как только это появилось народ встроенными рядами значит поперся в банке китайская экономика страха развиваться у нас же подход почему-то такое да вот это меня и силы я все время ты герой как бы надо вы работающего что-то там на человека приходится полтора пенсионера как будто тут этих паразит и ждевец вот тут у меня потрясал ведь этот пенсионер прежде чем он работал всю жизнь он же создавал на государство материальной благой мало того при нынешней системе еще регулярно платил значит взносы теперь получается что на пенсию вышел у нас его рассматривают так как будет издать вот это приходится кормить просто безобразие с экономической точки зрения вообще потому что эти люди они в общем этот отдых не только заслужили они у заработали у нас же пенсию ведь не дают тем кто не работал правда это как бы общество расплачивается с людьми у которых есть там трудовой стаж определенный поэтому конечно эту пенсионную реформу сейчас надо отменять она почему странная вот я бы я беру данные только государственной статистики возможно кстати они даже неверно но средняя продолжительность жизни мужчина в тамбовской области 64 года ну какой выход на пенсию 65 лет ну ну это что такое вообще есть понятие такое знаете вот научный возраст дожить это тот возраст который человек выйдя на пенсию но в среднем конечно до смерти проживает до германии в среднем люди действительно выходят на пенсию 65 лет и мужчина и женщина в разбитая в этом германии там 83 года продолжить на жизнь там люди живут 17-18 лет на пенсии поэтому конечно у нас можно было когда-нибудь может быть поднять пенсионный воздух но только извините после того да когда у вас средняя продолжительность жизни населения нормально что человек и после 65 там 15 лет может прожить а то что сотворили у нас это конечно безобразие эту реформу мы с вами должны просто-напросто отменить николай николай вот мы все здесь прошляпили 91 я тоже и каждые три года вы прекрасный агитатор эрудирование у нас здесь вот здесь вот две сотни человек у вас в группах поддержки ну тысячи по две где-то даже больше даже больше для победы в самой маленькой вот нашей нашей цели это в москве да нужно 4 миллиона человек какие вы предложите пройдена уже половина пути осталось 4 5 месяцев какие вы предложите технические действия технические действия чтобы с одного победителя николая платошкина я не сомневаюсь что вы победите в любом округе как гальяна и в гальяна так вот чтобы с одного победителя николая платошкина у нас выросла за эти оставшиеся 4 5 месяцев 40 победить какие вы предложите действий я не буду предлагать я делаю то есть у нас нам на я понял вопрос надо делать у нас сейчас через вот социальная сеть у нас большинство регионов собрана группа поддержки мы этих мы с этими людьми встречаемся мы их анкетируем но с тем чтобы у нас не попали стасоветному сами понимаете либо провокатор или на линии бывают люди такие они может быть и хорошие да но как организаторы они не очень тянут 1 до вас во многих регионах это есть во вторых я же вам сказал мы будем участвовать активно во всех региональных выборах активно то есть страну надо реформировать там где это возможно и так далее компания по переименованию сталинград это средство мобилизации населения конечно естественно не просто клайки друг другу ставить там и ну поставил пошел поспал да и после этого на базе вот этого широкого движения регионального да я думаю что левые силы должны объединиться и дать решительный бой на выборах госдумы на выборах президента для этого у нас должны быть хорошие кандидаты сформированы к тому времени которые прошли именно проверку боевую скажем так вот на региональных выборах или каких-то акциях дал переименование прошу например кирове пытается киров пинать вверх мы будем против этого выступать понимаете всеми законными средствами но по вашей улыбке я понимаю что вам это может скучновато но тогда встать и скажет что надо сделать я же говорю о москве 4 миллиона человек как мы сможем с агитировать за оставшиеся сливы за завод прошло 4 месяца мы на агитировали там 10 тысяч ну 20 рамана 4 миллиона вот смотрите методика так это действительно последний вопрос я извиняюсь москве 45 отругу в каждом примерно по 140 тысяч человек сожалению москвичи ходят обычном статистике до 30 тысяч человек наберите 16 и вокруг ваш мочу смеется как набирать а вы не знаете нет агитация встречи с людьми расклеивание листовок работа в соцсетях ночью улыбать а вы чего хотите просто и все да и вот мгновенно все это куда черновая работать тяжелая поэтому так как нас сейчас уже все это нужно список прекращается ввиду того что ввесить вот тех кто этим заинтересовался сейчас вот выйдем на улицу и поговорим ну я не знаю нам просто уже говорят что все так мало на улице вот кстати секундочку вот вы говорите больший зал найдите зал снимите его на улице кто там зал снимет на кого профсоюз организует вот так чтобы продвигать никто товарищ правда действительно последний вопрос потому что мы с вами из одной эпохи а марсистка ленинская философия простойки если социализм возможно в одной стране то помните только во всем мире возможно ли социализм в одном отдельно взятом регионе может быть даже в одном городе социализм в одном взятом городе регионе невозможно но с него он может начаться а на это у меня все друзья надо держаться вместе буду напрашиваться к платошкину на интервью вопросов уже накопилось куча да и вы свои пишите в комментариях подписывайтесь ставьте лайки делайте репосты ваша активность помогает распространить правду жду ваших комментариев и до встречи уже завтра пока